Майя для юных апатитских спортсменов в секции рукопашного боя. Традиционное время отстоять пояса. В 14-й школе ребята боролись за получение спортивных разрядов и поясов соответствующего цвета. У борцов завершается очередной спортивный сезон. Время подводить итоги. А именно отстоять пояса, подтвердить свою спортивную квалификацию, повысить ученические степени, ну и в конце концов показать, чего ты стоишь. В общем, все, чего ребята смогли добиться за год тренировок, они должны были в этот день продемонстрировать. В сдачу нормативов входят демонстрации техники и физическая подготовка. То есть борцовская техника, акробатика, силовая техника, отжимания, пресс у самых маленьких, подтягивания. Вот пока такие нормативы. А дальше уже входят нормативы поединки у старших. Сегодня в секции рукопашного боя занимаются более ста мальчишек и девчонок. Но в боях принимают участие спортсмены с 12 лет. Для маленьких максимум – это сумо. А в основном – общая физическая подготовка и акробатика с отработкой основополагающих элементов борцовской техники. Мне не страшно тут заниматься. А тяжело приходится тренироваться? Нет. Самое трудное – это отрабатывать правильно удары. Саша не новичок в этом спорте. На его счету уже несколько соревнований и первый юношеский спортивный разряд. Соревнования самые сложные, что надо вытолкнуть соперника за татами. Чтобы все получалось, нужно много тренироваться. Около 50 юных борцов в этот день собрали в зале, чтобы продемонстрировать наработанное мастерство и поднять свою ученическую степень. Кто-то будет повышать, кто-то будет впервые получать. Начинаем мы с самых маленьких. Они у нас кто-то первый раз. Более эмоциональные. Держать их долго нельзя, иначе перегорят. По итогам мероприятия около 10 спортсменов подтвердили свою спортивную квалификацию. Около 30 подняли ученическую степень. Но самую большую радость пережили те, для кого эта степень стала первым в их спортивной жизни достижением. Все ребята получили сертификаты международного образца Колледжа боевых искусств Аймак.